В индустриальном районе у остановки стройка под колеса Тойоты Краун комфорт попал подросток, перебегавший дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Сбил ребенка 72-летний пенсионер. К месту будущего ДТП он приближался со стороны химфом завода. Мужчине, получившему водительское удостоверение в 1966 году, горел красный. По словам пожилого автолюбителя, из-за яркого солнца он не сразу заметил сигнал электронного регулировщика. Скорость седана была приличная, тормозной путь иномарки составила без малого 43 метра. Ученика девятого класса, который перебегал дорогу справа налево по ходу движения пенсионера, Тойота задела бампером и правым зеркалом. Слепило солнце, я даже особо не заметил. А потом уже, когда я так смотрю, он, главное, не стояли, он как-то бегом вырос и побежал. Да. То есть вы заметили пешехода все-таки? Да, да, я его увидел, он побежал, потом вернулся назад. По словам одноклассников тинейджера, которые стали очевидцами наезда, иномарка сбила с ног их приятеля. Пострадавший смог самостоятельно подняться и уйти с проезжей части. Девятиклассник Вова остался на обочине, чтобы дождаться медиков в компании своих товарищей. Неотложку и полицию по просьбе пенсионера вызвали свидетелей аварии. Видимых повреждений у ученика школы номер 5 не было. Врачи увезли его во вторую краевую больницу для обследования на предмет скрытых травм. Наезд произошел в конце учебного дня. Ребята собирались вместе погулять. Сколько лет другу? 16. 16 лет? Да. Он дорогу переходил, по сторонам смотрел? Нет. Почему? Ну, ко мне бежал. На меня смотрел. Понятно. А ты на него? Да. Вот так вот. А тебе сколько лет? 16 тоже. Прибывшим оформлять ДТП автоинспекторам дал показания еще один водитель. Горожанин ехал следом за Тойотой и отметил странное поведение пожилого человека на дороге. Поначалу свидетель решил, что имеет дело с нетрезвым автомобилистом. Он пролетел предыдущий светофор на красный, и я там остановился, а он на этом светофоре даже не стал сбрасывать. И продолжая движение сбил пешехода, переходящего на зеленый свет. Сразу после наезда пенсионер едва ли мог говорить и с трудом указал на машине место, которым задело школьника. У иномарки оказался разбит правый фонарь указателя поворота. Признаков опьянения пожилой мужчина не демонстрировал, алкоголем от него не пахло. С места происшествия Юлия Рябцева, Юлия Зима и Павел Рогатин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова